В прошлом году рекой перевезли только 33 тысячи жителей края. Это почти вдвое меньше, чем еще пару лет назад. Транспорт старый. С железной дорогой все лучше. В 2020-м почти наполовину обновили составы пригородного сообщения. Но основная часть докладов и министра, и представителя комитета Барнаульской мэрии была посвящена автобусам, трамваям, троллейбусам. На поддержку общественного транспорта в 2021 году из бюджета города выделено 314 миллионов рублей, из которых на контракты, на автомобильный транспорт 108,5 миллионов рублей, на электротранспорт 62,1 миллиона рублей. Обновляют старый транспорт не с той скоростью, с какой хотелось бы. Но если на программу лизинга при поддержке государства подали муниципальные службы электротранспорта, то частные автобусные компании на это не готовы. Им просто нечем платить за лизинг. Истоки проблемы в платежеспособности населения. Говоря проще, низкие зарплаты в регионе не позволяют значительно повысить оплату проезда. А низкий тариф не позволяет обновить автобусный парк. Да и как обновлять, понимания нет. Нужно оптимизировать сеть, посчитать, сколько фактически нужно оказывать социальные услуги. Нужны нам только автобусы по пустыню по Ленинскому проспекту, или должно быть меньше. Или надо убрать всю малую вместимость, сделать низкопольные, большие автобусы, чтобы люди ездили удобно. Кто посчитает, точно скажет. Есть институт, который это может сделать, который профессионал, понимает, что в урбанистике, в транспорте, в логистике и все это объединить. Научный институт должен будет разработать единую транспортную модель всего Барнаула. Выполнить ее хотят уже до конца года. Кстати, острые вопросы обсуждения о борьбе с нелегальными междугородними перевозчиками и повышение тарифа так и остались без ответов. Но министр напомнил о словах губернатора. В этом году районы края получат 300 миллионов рублей на развитие автобусной сети. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.